МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, и терку потеряли еще, да. Со зрителям надо быть честным, понимаешь? Ребят, ребят, перед тем, как начнем делать вот эти бомбейшие гренки, обязательно заварите утренний чай. Желательно, чтобы он был с ягодами и с цветами. Хорошо. У вас поднимется хорошее настроение. Ну что, вы готовы? Готовы. Сейчас чай заварим, пойдем с ягодами. Все ингредиенты готовы? Ребят, самое важное, с теркой полбеды. Я знаю, что Антон умеет ножом владеть. Ну, не так, как я, но, тем не менее, резать умеет. Поэтому, самое важное, давайте займемся, найдите миску и венчик. Есть миска? Миска и венчик. Венчик? Вилка. Если нет венчика, то используйте вилку. Да, хорошо, мы так и поняли уже заранее. Давайте 4 яйца-то хотя бы есть в куриных? Есть. Да, слушай, а ты яйца чем моешь перед тем, как их использовать? А ты видишь, что они у меня разные? Потому что они домашние, потому что я не покупаю в магазине. Так домашние нужно мыть с еще большим усилием, потому что сальмонеллез как раз на домашних яйцах. Сейчас в каждом магазине продается специальное средство для мойки и обработки куриных яиц. Обратите внимание, абсолютно в каждом магазине, даже в любой магазин можно зайти с тобой, и мы увидим вот это средство. Хорошо, все. Мы подготовили. Мы как раз не мыли яйца, все, готово. Ладно, ребят, давайте разобьем их. Сделано. Мы уже сделали. Молодцы, подготовились. Может, мы гренку уже пожарили? Нет, пока. Терпим. Смотрите, какие желтки рыжие. Да, у нас такие бельно-желтые. Курица ела что-то рыжее. На апельсинах взросшено. Да. Итак, яйца готовы. Теперь нам нужно добавить туда 60, примерно 50 граммов чего майонеза. Ох ты, я вообще думала, что этот ингредиент у нас стоит, что если не получится, мы им все спасем. Так, давай, нам надо отмерить 60,50. 60 граммов, давай, не знаю, как ты это будешь делать. Я на глаз, по хозяйству, вот так. Это где-то 2 столовых ложки. Вот, даже мало. Да, что ты меня тормозишь? Не бойся. Все, 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 хватит. Вот, теперь есть точно 2 столовых ложки. Приблизительно столько же, можно чуть больше, молока, где-то 60 миллилитров. Так, сегодня вместо мерного стаканчика мерная Катя у вас. Потому что у нас все на глаз. Примерно 60 это вот так. Да? Думаешь еще? Да, конечно. Ну давай, под твою ответственность лично. Если вдруг будет еще, ничего страшного. Давайте я с вами еще добавлю. Еще, так еще. Вот, давай. От души. Ты просто не видел, сколько мы добавили. Там сгулькин нос было. Друзья, самое важное, самое важное, никогда не бойтесь импровизировать. Если что-то не получается, это и есть ваш новый рецепт, ваше изобретение. Великолепно. Натрем мыло хозяйственного сюда сюда. Супер. Так, теперь, теперь, ребят, берем терку. Ну, почти берем. Так, в общем, добавляем сыр в нашем случае. Вот здесь, вот здесь, я бы хотел все-таки, я бы рекомендовал вам терку, потому что именно... Давай еще мельче порежу просто. Именно хлопья тертого сыра, тертого сыра, они придадут нежность и пышность нашим будущим клиентам. Да, сейчас у нас, Катя, терка как раз старается над сыром. А это нам туда в яйца с молоком надо добавить. Абсолютно верно, Антон. Спасибо, Евгений. Антон? Евгений, хлопья сыра у нас уже готовы. Меньше, ну просто Катя не может порезать, потому что меньше только на атомы разложить. Итак, засыпаем. Засыпай, Катя, засыпай. Давай мне сюда миску. Ты заснула? Ты знаешь, какой стороной ножа правильно засыпать? Евгений, я знаю, что вам очень нравится, когда остырьем ножа скоблят по доске, как бы сталкивая продукты в миску. Это правда? Издевайся, издевайся, надо бы издевать. Я, между прочим, смотрю рубрику «Ты чё, повар?» и я вот вообще-то всё тут знаю. Всё. Ребята, ребят, давайте больше делать, меньше разговаривать. Сейчас добавляем капельку соли. Капельку соли. Жидкая соль, Евгения, специально. В каплях. Ребята, здесь соль служит как раз для усиления вкуса. Добавили. Теперь всё это размешали. Размешали. Теперь размешали, так. Так, чтобы сыр распространился, вот эти хлопья сыра распространились по всей нашей вот этой жидкости. Посмотрите, какая масса получается. Мы не договорились по количеству сыра. Мне кажется, мы маловато добавили сыра. Да, масса так. Нет? Пожадничали. Да, давай ещё, конечно. Давай ещё туда. Антон, видимо, сыр весь съел до этого. Поднадкусывал немножко. Я знаю этого журика. Посмотрите, Евгений, на нашу массу и на вашу. Как вы думаете? Похоже? Похоже, нет? А мы сейчас по результату посмотрим. О, нет. Ладно. У нас теперь нет шансов. Ребят, даже если сегодня у вас что-то где-то как-то не так получится, это же нужно понимать, что это всего лишь первый раз вы делаете. Но вы уже поймёте, чего вы не добавили, а чего вы переборщили. Мы скажем, что так и было, что так мы и задумали. Первая гренка комом. И скажем, что Евгений Бараников всегда говорит, импровизируйте. А мы всегда слушаем. Ребят, теперь нам нужен хлеб. О, у нас есть как раз вот такой вот французский батон. Вот видите? Г-образный. Он как бы поклоняется вам, Евгений, вашему мастерству. Так, давай. Нарезайте вот такие, полтора сантиметра толщиной кусочки. Полтора сантиметра толщиной кусочки. Давай, теперь мы твой глазомер проверим. Самое важное, чтобы их оказалось ровно чётное количество. Ну, то есть два. Ну, да. Это нечётное. Будет драка, если нечётное вдруг. А, Катя, ты сейчас всё поймёшь, что я имею в виду. Ты же смотрела видео. Это поварская примета. Нет, именно это мне не показали. Именно рецепт гренок, который мы сейчас воспроизводим, мне его не показали. Так что я тут импровизирую больше всех. Когда мы с вами эти гренки сейчас окунём в яичной молочной массе и начнём обжаривать, потом мы ещё будем вместе с ними обжаривать и бекон. И когда гренки практически будут готовы, мы между ними положим бекон. И у нас получатся такие горячие гренка-сэндвичи. Парные гренки. Совершенно верно. Синхронные. Уже разогревает нам сковородку? Заходи. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Окунаем теперь наши кусочки хлеба. Все туда, да, закидываем? Абсолютно все. И сделаем так, чтобы они прям промокли, прям промочились. Ты пересчитал. Они должны немножко даже набухнуть прям вот в этой массе. Так. У нас набухаются. У нас даже вилка набухла. Переварок. О чём перемешиваем? Обращаем внимание, чтобы не оставалось никаких сухих пробелов. А зачем майонез в этом рецепте? Ну ты же знаешь, что майонез... Майонезом можно и железо кушать. А. Точно будет. Так изначально и задумывался этот рецепт. Нет, на самом деле майонез, как и сыр, в принципе, здесь создает, соответственно, основной букет вкуса. Потому что в майонезе есть и кислинка, и жира достаточное количество. В общем, всё то, что наоборот только улучшит вкус, ну и, конечно же, даст нам, нашему организму, как завтрак, энергию на весь день. Знаете, Евгений, на вас вот смотришь со стороны, на вашу фигуру, и кажется, что Евгений вообще сегодня будет есть майонез впервые в своей жизни. Наливаем масло в сковородку, ребят. Выложили гренки на сковороду. Не забудьте, не забудьте сейчас, что вот здесь начинается прям чёткий контроль, чёткий контроль за каждой греночкой. Ну это у нас Катя контролирует. А мы уже положили в центр сковородки бекон. Мы это сделали зря? Нет-нет-нет, не зря это сделали мы правильно, абсолютно. Я это делаю тоже, потому что у меня бекон тоненький-тоненький, поэтому я делаю буквально под самый заморец. Он ещё брызгается тут. А у нас толстенький-толстенький. Ай! Кто был голоднее, у того кусочки толще, что он нападает на меня, этот ваш бекон. Да не бойся ты это, Евгений. Но он брызгается. Нет, Антон, Антон, просто я бекон под себя беру. Лонг бекон, понимаешь? На нас нападает бекон. Да это не бекон, Катя. Где крышка? Это по-другому как-то называется. Это жир называется. Беру тарелочку. Смотрите, какая ситуация-то. Почему он уже берёт тарелочку, а мы ещё не перевернули даже? Так, нет, ну вы не перевернули, я только-только перевернул. У нас, может быть, есть какой-то там по времени разница, ничего страшного. Чувствуете уже какой утренний запах свежезапаренного чая, бекона и грена? Я считаю, что это самое продуктивное утро, которое создаст энергию на весь рабочий и нерабочий день, который мы с ТВК проводим дома, да? Мы стараемся проводить дома. Давай сейчас сделаем такой небольшой шаг вперёд и скажем, что будет дальше. Мы сейчас выкладываем гренки, кладём между ними обжаренное мясо и накрываем другой гренкой, и всё. Смотри, сковород. Переворачиваю, кладу, кладу, и создаём сэндвич. Вот такой вот. И бон аппетит. И бон аппетит. Смотрите, какие они воздушные, нежные, пушистые. Вот сюда, вот сюда, между двумя гренками можно ещё добавить сыр и бекон. Евгений, спасибо тебе большое. Нам пора закругляться. Катя сейчас, пока я буду рассказывать о новостях, доделает наши гренки. Покажется всем вам, что получилось. Ну, а вы смотрите советы Евгения Баранникова. И вообще, он молодец. Спасибо большое. Очень аппетитно и вкусненько. Я проверю. Хорошо, ребята. Хорошего настроения. Пока. Пока.